Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о международном аэропорте болгарского города Бургас. Его еще называют аэропорт Сарафово, по причине того, что аэропорт расположен в непосредственной близости с кварталом Сарафово. Сам аэропорт является вторым по величине аэропортом в стране после аэропорта города Софии. В 70-х годах 19 века ему был присвоен статус международный и на сегодняшний день 99% авиарейсов в аэропорту являются международными. Аэропорт имеет одну бетонно-взлетно-посадочную полосу. Хотя стоп, о чем это я? Давайте, чтобы нам с вами было наглядно и интересно, прогуляемся по территории аэропорта и, предположим, на автомобиле. Поехали! Аэропорт расположен на юго-востоке страны и 10 километров от города Бургаса. Бургас, кстати, четвертый город по величине в Болгарии. При подъезде к аэропорту видны самолеты. Это авиамузей. Он находится на территории аэропорта. Музей был открыт 29 июня 2017 года. В музее 9 авиационных экспонатов. Каждый экспонат в период своей эксплуатации входил в состав Балканского воздушного парка. Это и Ту-154 и самолеты Ан. Также здесь стоит известный самолет Л-29 по прозвищу Дельфин. Учебный самолет, с которого началась подготовка будущих пилотов реактивных самолетов. Цены входных билетов и описание экспонатов можно узнать на сайте авиамузея. Я оставлю ссылку под видео. Въезд на территорию аэропорта оборудован въездными стойками. Для открытия шлагбаума достаточно нажать кнопку на въездном устройстве и получить парковочный билет. Плата взымается с первого часа пребывания автомобиля на территории аэропорта. Первые 10 минут бесплатно. С тарифами на парковку мы познакомимся с вами чуть позже. Мы с вами въехали на территорию аэропорта Бургаса и сейчас немного истории. Первый терминал в аэропорту был построен в 50-х годах 19 века. Но развитие туризма и увеличение пассажиропотока послужило толчком к строительству нового терминала. Поэтому в 90-х годах старый терминал, который находится справа сейчас от нас, был реконструирован. Новый терминал под номером 2 сейчас является основным зданием аэропорта Бургаса. Его обслуживание взяла на себя немецко-болгарская компания Fraport Twinstar Airport Management, которая вложила большие деньги в развитие аэропортов Бургасы и Варны. Ее программа WeCare Мы заботимся направлена на предоставление высочайшего качества услуг всем пассажирам. Справа от нас автобусная остановка. Да-да, до аэропорта помимо такси можно добраться и на общественном транспорте. С автовокзала города Бургаса до аэропорта курсирует автобус 15А. Проезд стоит 1,5 лево. Едем дальше. В декабре 2013 закончилось строительство нового терминала с пропускной способностью около 3 миллионов пассажиров в год. Причем терминал 2 был спроектирован таким образом, чтобы при необходимости его можно было расширить еще больше. Внешняя территория аэропорта занимает 550 квадратных метров. Бургас аэропорт состоит из терминала, в котором расположены зоны вылета, прилета, табло рейсов и зал ожидания. Перед зданием аэропорта организована небольшая парковка для транспортных средств. Стоянка перед терминалом запрещена. Здесь можно высадить пассажира и уехать на паркинг. Для людей с ограниченными возможностями выделены обособленные парковочные места с кнопкой вызова ассистента. Терминал 2 Терминал 2 – это одно здание площадью 20 тысяч квадратных метров, разделенное на зоны вылета и прилета. Мы с вами направляемся к зоне прилета. Зона прилета или зона прибытия имеет 12 стоек эмиграционного контроля, 4 ленты выдачи багажа, а зона для удобства пассажиров включает 2000 квадратных метров, отведенных под магазины и плеточек общественного питания. В аэропорту для пассажиров работают магазины, пункт медицинской помощи, обмен валютой, комната матери и ребенка, детская зона и многое другое. Прямо в аэропорту можно заказать такси. О, реклама! Здесь я решила немного разрекламировать свои услуги. С удовольствием встречу вас с табличкой в аэропорту и доставлю до места назначения. Вопросы по стоимости, заказам трансфера можно отправлять в личных сообщениях. Свои контакты я оставлю под видео. Вернемся к более актуальному вопросу – вопросу парковки автомобиля. Первый и ближайший паркинг к зоне прилета находится около кругового движения. Ориентир – экспозиция памятник самолета Ил-19. Парковаться здесь можно вдоль проезжей части, слева и справа, как вы видите на экране. Чаще всего парковка бывает занята. Двигаемся дальше в направлении выезда из аэропорта на парковку номер 2. Напомню, номера парковкам я дала условные. И парковка номер 2, достаточно вместительная, находится справа на ваших экранах. И пока мы двигаемся по направлению к последней третьей парковке, скажу курсы обмена валют на 7 апреля 2020 года. За 1 лев вы можете получить 1 евро 95 центов. То есть курс практически 1 к 2. И справа находится последняя парковка номер 3 при выезде из аэропорта. Оплатить парковку можно в устройствах с оранжевой вставкой в так называемых паркоматах. Цена указана на экране. Заплатить за парковку можно в паркоматах в здании аэропорта и на территории. При выезде из аэропорта на посту охраны принимается оплата в национальной валюте в Болгарии в левах. В паркоматах же вы можете заплатить и банковской картой. Для выезда из аэропорта достаточно вставить оплаченный парковочный билет в устройство. Если вы все же решили добраться до места назначения на общественном транспорте, то остановки автобусов находятся всего в 300 метрах от аэропорта Бургаса на круговом движении. Следующие мои видео будут посвящены курортам южного побережья Болгарии. И начнем мы с вами с Сарафова. Напоминаю, ссылки на сайты и мою личную информацию можно посмотреть в описании под видео. Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»